Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим необычный пирог с вишней. Он будет состоять из двух видов теста, песочного и бисквитного. Итак, для песочного теста нам потребуется 150 г муки, 100 г сахарного песка, 1 яйцо, 30 г сметаны и пол пакетика разрыхлителя теста, а также 100 г сливочного масла. Для бисквитного теста нам потребуется 90 г муки, 90 г сахарного песка, 3 яйца и пол пакетика разрыхлителя теста. Для начинки нам потребуется 300 г вишни, у меня замороженная. Для начала приготовим песочное тесто. Нам необходимо смешать сливочное масло, сахарный песок, муку. Смешиваем все сразу. 1 яйцо, сметану и пол пачки разрыхлителя теста. На глаз. Чуть больше, чуть меньше. Все необходимо хорошо перемешать. Вот такое тесто должно получиться. Как вы видите, оно достаточно липкое. Будем готовить второе тесто. Для приготовления бисквитного теста нам необходимо взбить яйца и сахарный песок. Взбиваем с помощью миксера 5 минут. Вот такая пышная воздушная масса получилась. Добавляем в нее муку, добавляем остатки разрыхлителя теста и все хорошо перемешиваем уже лопаточкой, чтобы не нарушить структуру взбитых белков. Тесто должно получиться воздушным, таким образом, легким, без комков. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом дно и бока. Далее выкладываем песочное тесто. Распределяем его к дну мультиварки. Можно распределять лопаточкой или влажными руками равномерно. Далее выкладываем вишню. Вишня у меня слегка разморозилась. Минут 30 она лежала при комнатной температуре. Если она пустила сок, то этот сок не добавляем. Вишня без косточек. Распределяем по песочному тесту. Все заливаем бисквитным тестом, так, чтобы вишня была вся покрыта. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечка или мультиповар 125 градусов. Один час. Нажимаем старт. Прошел час. Вот что у меня получилось. Отключаем подогрев. Через 5 минут будем доставать. Прошло 5 минут. Как мы видим, бисквит отошел от стенок мультиварки. Достаем с помощью корзины пароварки. Вот так выглядит пирог. Достаточно высокий он получился. Будем разрезать. Итак, я его оставила низом кверху. Давайте посмотрим. Он пока горячий. В принципе, можно его полностью остудить и разрезать уже полностью остывшим. Вот так выглядит пирог. Как мы видим, разделение теста. Песочное, бисквитное. И достаточно много ягод. Вообще, если использовать не вишню, а другую ягоду, можно уменьшить количество сахара. Вишня достаточно кислая ягода. Поэтому сахара в этом пироге много. Вот таким необычным пирогом с вишней можно порадовать своих родных и близких. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного чаепития и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!